Если вы помните, у нас с вами в проекте про Андрея Тарковского был вот такой натюрморт из такого вот фамильного фарфора «Всё белое». И мы с вами писали, протёрли, прошкрябали и где-то чуть-чуть начали писать по стозам и остановились. Во-первых, как бы нам было достаточно. На следующий день немножко больше дописали вуалик. Вроде бы зашли вглубь работы немножко вуальками, дали глубину. И вроде бы она приобрела название другое. Было фамильное серебро, а потом стало название второе. Мы целиком в вашей власти. Что это за название такое было? Мы когда садимся за стол с фамильным серебром, да, типа это фамильное серебро на нас, не серебро, а фарфор и серебро и стекло на нас влияет. И мы, те люди, которые стоят за, сидят или стоят за столом, мы ими пользуемся, но они являются хозяевами этой ситуации. Они нас кормят, они нам украшают стол, они нам дают рассматривать свои узоры. И мы с ними как бы играемся, смотрим, какая больше, какая меньше, да, поверхность, да, какая какой формы. Короче, мы в их власти, они главные. Ну вот, и вроде бы как закончили работу, да. Натюрморт такой прекрасный. Но не тут-то было. Гуляя по мастерской, через пару дней я боковым зрением замечаю, что эта работа меня не удовлетворяет. Чем она меня не удовлетворяла, я не знаю. Я от нее хотела большего. От этой работы и вообще от всех работ, как назывался проект, простота без пестроты, да, посвященная Тарковскому, я от всех этих семи работ ожидала полной растворяемости себя в них, в этих работах. Там в автопортрете я довела до полной растворяемости. Там еще пару работок, пейзаж я довела, что я хочу эту работу оставить рядом с собой. Несколько работок довела. А эту работу, я бегаю вокруг нее, ну, рядом с ней, я смотрю боковым зрением, она не впускает меня к себе. Она осталась на уровне ученической, просто красивой для зрения. Дождалась я вечера, где-то на неделька после того, как мы ее написали. Дождалась вечера, когда 4, 5, 6 часов пошел закат, стало тихо, не светит сильно солнце. Монохром превратился, как вам сказать, в рисунок. А мне нужна живопись для того, чтобы оставить ее возле себя и любить ее, и раствориться в ней. Мне нужна живопись была. Живопись предусматривает то, что там много цвета. Дождалась я этого времени. Вовочка уехал в Одессу, я одна в мастерской. И что я делаю? Я начинаю возле нее бегать, дотрагиваясь, поднимая чуть-чуть больше пастос. Работа начала приобретать новое звучание. Потому что к ней, к этой работе, у меня появились большие требования. Я хочу эту работу, захотела, оставить в своей коллекции и передать по наследству детям, внукам и правнукам. То есть, я начала поднимать пастос понемножечку. На этой кастрюльке, на этом блюде, сюда на молочник пошла. Здесь уже я пытаюсь меньше. Еще же есть страх, чтобы не переписать. Я поднимая, поднимая пастос и увеличивая немножко рисунки, я понимаю, что она все равно монохромна. Хотя вот этот пастос уже намоленный. Он уже запоминает мое состояние вдохновения. Это вдохновение нельзя ни с чем сравнить. Это настолько ты начинаешь понимать себя и счастливеть в этом состоянии, что я думаю, что это самое прекрасное, что только есть. Можно сравнить только, знаете, с чем? С зарождением работы, когда ты ее только начинаешь понимать и видишь перед внутренним взором. И вот ты начинаешь бегать на 5-6 метров возле работы, бегаешь в полумраке. И ты понимаешь, что монохромом и пастосом ты тоже ее не вытягиваешь для себя. Ну что? Был день рождения, кто-то дарил розы. Смотрю, рассыпанные лепестки розы. И смотрю, вот эта горчичничка, это же горчичничка, да? Почему-то не наполнена. Я ее начала наполнять цветом каким-то из вот этих вот узорных цветов. А вот же этот, вот он, да? Из этих узорных цветов начала наполнять этим цветом. Смотрю, наполняется, ну не горчичкой, а как типа розовое варенье. Знаете, розовое или повидло. Вот знаете, как что на стол ставят? То есть я эти пустые предметы начала наполнять едой. А еда, она как, знаете, съедобный цвет. Это зефир, это помадка, это варенье, это, возможно, цвет чая. Знаете, все. От этого вот, от этой горчичнички, все. Эта горчичничка превратилась у меня в вареничницу. Понимаете, с маленькой ложечкой предусматриваемой. Сразу пошел от розового цвета рефлекс сюда, рефлекс сюда, потому что белая хочет рефлексы. И пошли небольшие, такие рассыпанные. Сначала две сделала рассыпанных этих вот лепестка розы. Потом расширила и решила сделать фриз из лепестка роз, которые дадут цветового удовлетворения. Понимаете, цветовое удовлетворение пошло из изумрудки этой. Помните, изумрудка, как краплак розовый, да? Вот эта изумрудка была одинокая. Но мы ей дали противовес розово-красного цвета, и у нас получилась битва, сильнейшая битва между изумрудкой и кагмием красным, краплаком розовым. Понимаете, вот эта битва живописная сделала интересный момент, ну, удовлетворила эмоцию. Интеллект удовлетворен светотенью, да, и разнообразием форм. А эмоция была неудовлетворена. Приезжает Вовочка, говорит, так, ух ты, а это же другая работа абсолютно. Я говорю, другая работа. Во-первых, глубинная прописка. Во-вторых, меняем ситуацию, да? И название другое, третье название. Помните, было первое, фамильный, чайный стол с фамильным фарфором, да? Второе, мы без этих не можем жить, они нами командуют. Там написано, да? И третье название работы, когда ты подошел и сделал из нее другую работу. Варенье из розовых лепестков. Красиво, да? Вова говорит, откуда взялись лепестки? Я говорю, сейчас. Тоненькая кисточка. И маленький намек на вот эту опавшую розу. Маленький намек. Она же не в композиционном центре. Но тот, кому надо, увидит, что это она опала, и что хозяйка взяла и из нее сварила лепесток. Из лепестков сварила вареница. И потом маленькой ложечкой смакует его вместе с чаем или с молоком. Вот. Конечно, здесь заходила я на территории ошибок. Здесь развивался вот этот узор в сторону. Но он начал отвлекать от основного. Пришлось его стереть. Потом, для того, чтобы фриз из лепестков выстроить, пришлось выстроить еще одно плато. Видите, как типа салфеточка. Чтобы они не рухнули вниз. В общем-то, вот так получилась новая работа. И я вам желаю никогда не ставить крест на какой-то работе на своей. Вот, допустим, вы зашли в какой-то тупик, да, и вам эта работа не нравится. Пусть она немножко отстоится и отдохнет. Но если там есть потенциал развития в этой работе, вы обязательно к ней еще приблизитесь, допустим, через полгода. И, держась за хорошие, качественные, красивые кусочки этой работы, вы разовьете ее чуть-чуть в другую работу, добавив некоторые душевные моменты, как вот эти лепестки.